Барометр Деловой России Мы хотим говорить об идеологии бизнеса, о том, нужна ли бизнесу идеология, в чем она заключается. Наш сегодняшний гость Петров Сергей Анатольевич, основатель группы компании «Рольф», а ныне депутат Государственной Думы. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое бизнес? Это просто способ зарабатывания денег, это способ выживания, но только достойного выживания или замечательного выживания? Или это нечто большее, это образ жизни, это избранная миссия? Что это? Давайте, Николай, вернемся лет на 200, 300, 400 назад. Как общество развивалось? Что было вообще ценным в карьере молодого человека или вообще человека изрелого? Ну, это, в первую очередь, военная карьера. Военная карьера, да. Ну, дипломатическая на втором уровне. Кто такие были там купцы или там деловые какие-то люди, что-то там они строили или продавали? Это было где-то там в 10-м ряду. Тем более, очень важно было принадлежать какому-то кругу дворянства, мобилитета. Да, после хорошей купической карьеры, после отличного там путешествия и привоза и так далее, ты мог получить дворянский титул. То есть... Оу, все равно. Как бы все стремились что-нибудь завоевать, там отнять. Вот пришло время демократических государств, когда, чтобы начать войну, нужно было спросить вот этих как раз купцов, это средний класс, так скажем, разрешение на... Но армия стала дорогой, наверное, поэтому. Это само собой. Но еще и разрешение на войну уже давать стали парламенты. Если вы посмотрите во всех конституциях, никакой президент не имеет права сам начать какие-то военные действия. И только лишь в ответ на нападение прямое, да, он может это произвести. И то он тут же должен контактировать с парламентом. Есть специальный там круг людей, которые мгновенно должны... Итак, что сегодня может вообще заинтересовать молодого человека в жизни? А все-таки в нас у всех есть какой-то соревновательный такой драйв. Ну, хочется кого... Вот посмотрите, как начинают бегать в школе мальчики на перегонки. Кто кого сделал, начинается. Ну, замечательно. В чиновнике и по ступенькам вверх-вверх в мир понятная абсолютно как бы траектория. Это тоже. Сегодня там советник такого-то уровня, дальше такой-то, а там лишь до министра дорастил. Отлично. Ровно то, что мы делали 73 года и, наконец, обанкротились. Потому что все чиновники и все до министра дорастают. Но раз своего дела нет, ты и другим-то мешаешь, как у нынешних сейчас чиновников. Ну, надо же понимать, да? Мотивация собственника, вернее, права собственника без мотивации собственника – очень дорогое удовольствие. Ну, для чистоты просто как бы картины, да? Ну, можно же мечтать стать королевым. Можно мечтать. Но Королев, если вы замечаете, да, кто-то там из его замов выражался. Мы же тут городами стреляем. Сергей Павлович Королев – советский ученый, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР. Основоположник практической космонавтики. Крупнейшая фигура 20 века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Сергей Павлович Королев является создателем советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой. Является ключевой фигурой в освоении человеком космоса. 4 октября 1957 года, благодаря его идеям, был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли. А также 12 апреля 1961 года – полет первого космонавта Юрия Гагарина. Еще в середине 1950-х годов Королев вынашивал идеи запуска человека на Луну. После смерти Сергея Павловича 14 января 1966 года программа запуска космонавтов на Луну была постепенно свернута. Потому что это и была заложенная мина под 1991 год, когда люди стали говорить, где наши деньги. Не только это, но все в целом, вот это затратное наше... То есть запуск ракеты – это бюджет города, да? Какого-то города небольшого, и при том запуски эти были только для проверки вообще-то. Нет, ну мы-то говорим о карьере. Все-таки вот идеология определенная, что вот можно таким путем, она была, да? То есть, пожалуйста, да, Королевым там... Она сегодня тоже заканчивается большим банкротством страны, да, и развалом ее. Вот без того, чтобы знать, а как это все зарабатываются эти деньги, ну, понятно, надо их добывать, надо их там продавать. Ну, а все остальное. Все-таки, посмотрите, экономики добывающих стран все довольно слабые, довольно сильно зависящие от вот этих вот толчков там рыночных. Нет, я не о том. Вот смотрите, мы обращаемся к молодому человеку с уровня макроэкономики. Это его пока не интересует. Вот стратегия стать Королевым, наверное, не работает. Непонятно почему, но почему-то уже не работает, да? Денег нет. Потому что мало этих... Да, да. То есть, у него уже не привлекательные идеи. То, что можно рыбу продать. Вот что он, если не с макроэкономикой, а с его уровня, куда ему идти? И почему идти в бизнес? Я же говорю, вот есть понятное в «Газпром». Вперед, топ-менеджер «Газпрома» замечательно, там, в госкомпанию куда-нибудь, в чиновники и так далее. Все госкомпании имеют одну проблему, да? Они все, я это вам как член бюджетного комитета говорю, ни одна из них не платит дивиденды вообще. То есть, они ничего не зарабатывают. При этом им выдали чуть меньше 300 миллиардов рублей за последнее время, накачав их этими деньгами. Ничего бюджет не получает. То есть, они умеют только тратить. И, видимо, ничего не получим. Для молодого человека понятно. Вот там тратят, вот там большие деньги, значит, я там себя реализую. Это знаете, на что похоже? Вы чините какой-нибудь умывальник на титанике. И очень успешно. Он у вас прямо начинает работать. Но все это тонет. Если молодой человек видит только под носом у себя, если он не гражданин, а особь там мужского или женского пола, не отвечает за страну. То есть, апеллируем к его гражданской позиции. Мы думаем, ему нет смысла двигать столы на титаник. Ему есть смысл сначала заделать пробоины. Он должен знать, что вся страна идет правильным путем. И вся экономика становится... То есть, опять апеллируем к такой утопии для всей страны? Можно не апеллировать. Он это чувствует. Вы думаете, что где-нибудь во Франции или в Бельгии каждый человек точно там знает что-то. Он точно знает, что его собственность никогда не отнимут. Значит, он может в нее вкладывать и работать над своим Бекерай, со своими детьми и дальше, и дальше. Он, может быть, и не заморачивается на такие долгие цели. Но он, в отличие от нашего стремящегося Королева, еще в 50-х годах знал, что вот эта модель совершенно негодная. Да, он исторический опыт. Может быть, и не учась так, как Королева и так далее, он точно понимал это на интуитивном уровне. Потому что собственности нет, люди не работают, а эти все вещи затратные, но не приносящие ничего государству. У нас нет дорог между Питером и Москвой, а есть стремление всех ставить в Газпроме чиновниками. Финал такого поведенческого механизма уже известен. Мы уже прошли раз. Сейчас молодому человеку нормальная карьера, и надо ее, собственно, призывать. Посмотрите на Стива Джобса, посмотрите на ребят, которые создали. Хороший пример. Создание своего. Сколько брендов создано мировых, и как это сейчас разместился в Facebook. Масса примеров, когда можно, в общем-то, не создавая тяжелых заводов, а именно таким виртуальным бизнесом, создавать и большие богатства, если они их интересуют. Но, как правило, это люди не создают богатства, которые стремятся стать богатыми сразу. Да, интересно. У них должна быть какая-то идея. Вроде как ясность цели, и все понятно. Запрос правильный к миру. Хочу богатство, вот, ну и движешься туда. И получать. Если это становится целью, то вы получаете даже богатство иногда, но вы не создаете бизнес. У вас нет основы этого богатства, которое на долгосрочной такой базе будет вам его воспроизводить. Вы можете случайно пойти перепродать там полгазпрома где-нибудь из-за близости к власти на 2 миллиарда дороже и получить эти деньги. Дальше вы начинаете инвестировать их. Неумело, так как у вас нет никакого опыта. У вас масса советников. Все дергают за рукав. Вот здесь сейчас все на ура. Вот сейчас давай, Николай, давай, давай. Это будет очень сложно. Вы потеряете их очень быстро. Конечно, вы купите себе там большие, неразумно большие дома, яхты. Все-таки движение степ-бай степ. Которое надо обслуживать. А это значит потребует от вас постоянного вот этого базисного бизнеса и дохода, который у вас... Вы не научились этому. У вас нет этого. Вы в принципе не богатый человек. У вас просто случайно есть деньги. Как у наших олигархов. Хорошие, да. Случайно. Завелись деньжата так. Да. В общем, идеология, это должна быть, конечно, миссия какая-то у человека. Я хочу создать такой продукт. Я хочу создать такой телеканал, который сделает людей всех более цивилизованными. Более, например... И что, вы думаете, что в этом возрасте уже как бы вот это вот осознание миссии? Или все-таки они как-то интуитивно должны к этому идти, а потом оно как-то формулируется? Это будет по-разному. Просто без этого вы не построите большой, серьезный бизнес. Вы случайно, повторяю, заработаете деньги. Скорее всего, потом их потратите неразумно. Ну, а вот такие стратегии, мотивации, вернее, вот хочу быть самостоятельным. Если я пошел туда, у меня там куча начальников. Если я пошел там туда, да, то непонятно, я там от кого-то завишу, да, и непонятно, когда у меня там будет. А вот здесь это некий курс на самостоятельность. Я опираюсь на собственные силы, но... Есть такой мотив, и он очень серьезный для многих, кто не любит видеть над собой там какого-нибудь указания. Я знаю многих бизнесменов, которые, базируясь на этот мотив, какие-то начали действия, сонные. Потом я видел их лет через пять. Говорят, ты знаешь, я когда работал на начальника, я вставал там в семь и к девяти на работе был. Сейчас я встаю в пять, в шесть прибегаю, и ничего не могу понять. У меня уже теряется контроль, потому что эти гады все тут растащили. А вот эти там такие-то, такие-то, я не знаю, как быть. Это огромная ответственность за создание рабочих мест. И не все люди это умеют. Это как талант. Из ста человек, вот по американской, по моему статистике, 14 могут создавать рабочие места. Но из этих 14, 8 только для самих себя. То есть для других это еще меньшее количество людей. У нас боюсь... А что это, груз ответственности? Очень серьезное психологическое давление? Или что? Ну, я имею в виду, вот я обустроил что-то, вот некий ареал, да, вот это я контролирую, это я могу. Но есть люди, которые делают больше. Они идут на следующее. Они экстраполируют, они рискуют, они еще расширяют сферу своего. Есть люди что с каким-то, ну, может быть, внутренним вирусом непоседливости. Вот они активны. Он не может сидеть спокойно, да, ему что-то надо делать. Это еще недостаточно. Это необходимо, но недостаточное условие. Есть и спокойные люди, успешные, создающие. Здесь такой коктейль, который нельзя вот разобрать и рассказать. Вот надо то-то, то-то иметь. Во-первых, все эти качества можно развивать в себе. Не надо думать, что раз вы с детства там, в детском саду всю группу не построили, не сказали, куда бежать, значит, вы там уже не лидер и не создатель. Ничего подобного. Эти вещи формируются в зависимости, если вы, например, вокруг себя видите там племя какое-то, которое вообще ничего не умеет, так вы и самый слабый в детском саду можете стать там самым сильным. Потому что в России очень сильно вот этот понижен порог там. Вы можете быть успешным здесь, даже не обладая нужными качествами, например, на Западе, где очень конкурентная среда, где нужно в ней вырасти, чтобы понимать, как это все мобилизовать, состыковать с законодательством, да еще и быть успешным. Здесь это полегче. Но этот мотив есть. Но он и часто обманывает предпринимателей. Они думают, что они станут свободнее. Да-да-да, это путь к свободе. Я вам скажу, вот где-то в Америке там и в странах, вот там, где вы поставили уже гражданское общество на службу, общество, оно, собственно говоря, и управляет, это так. Где построена вертикаль, наоборот. Наоборот, вы легко и уязвим становитесь. У вас есть собственность, которая может отнять любой из чиновников. И вам некуда пойти. Кому вы будете жаловаться? Где те люди или тот независимый суд, который оказывается тоже под телефоном? Да, у вас есть налоговый пресс, который у вас вводит в теневую сферу. Что там у вас? Это, в принципе, в вертикальной организации, где не работает презумпция невиновности, любой человек подвержен. Так, мы сейчас народ запугаем совсем. Я сейчас рассказываю, какие мотивы бывают, и они действуют в одной среде или не действуют в другой среде. Просто люди должны знать. То есть, вот на самом деле, вы еще о чем сейчас сказали? Что определенная степень отсутствия страха идти в условно, так скажем, нелегитимную сферу, она должна быть. То есть, должен быть вот этот отсутствовать вирус страха какого-то, да? Безусловно. Вы должны чувствовать, что если вы не делаете, не совершаете преступления, то вашему противнику нужно доказывать в суде, который использует презумпцию невиновности. Если не доказано, вы будете свободны. Значит, вы идете и делаете действия, не боясь ничего. Для этого нужно на что-то опираться внутри. Вот внутри как раз это уже следующее. Это вот еще одна часть. Это мы там частично разбирали вначале. Внутренняя мотивация очень важна. Она скорее заложена в том таланте или от природы, в такой вот непоседливости. Это не надо путать с холерическим характером. Это скорее вот той миссии. Если вы хотите, я не знаю, дать людям средства коммуникации или построить для них там какой-то мост, который никогда не был, или еще что-нибудь, ну вы должны знать, что производя вот эти продукты, например, лекарства для людей, вот фирма Мерк написала в свой девиз, лекарства не для прибыли, лекарства для пациентов. Прибыль последует. Просто мы объясняем пациентам, что мы не можем вам давать и производить новые лекарства, если будем неприбыльными. Мы не сможем это делать всегда, и мы обязаны быть. Вот эта часть, то есть она нужна, но она как кровь нужна для организма, но она не цель является, да, вашего существования. И тогда вы строите долгосрочный бизнес, компания, некоторые живут по 100-200 лет, а некоторые через 5 лет исчезают. И если вы сравните, почему? Это очень трудно представить, что деньги и богатство будут каким-то побочным фактором, да, вот. То есть вот твоего правильного движения, но у тебя оно получится. То есть если это психологически очень... Николай, боюсь заподозрить вас в отсутствии миссии, но это так трудно представить у людей, у которых вот нет этого чувства. Вот я бы это хотел делать для... Не того, чтобы телевидение было прибыльным, а для того, чтобы людям донести какую-то привычку слушать две точки зрения перед суждением, вынесением. Вот эта миссия более важна, чем прибыльность. Чем прибыльность. Да, она, повторяю, прибыльность должна быть. Без этого вы просто не донесете. Вы не выполните миссию. Но не надо ставить телегу впереди лошади. А ведь все-таки, когда проект... Ну что такое бизнес-план? Бизнес-план это должен показать своему будущему инвестору, самому себе показать, что это прибыльный проект. Значит, все-таки деньги-то вот они, вот они уже здесь. Вы видели хоть как раз бизнес-план, который кончался убытками, катастрофой и внезапиской? И вот мы банкроты. Конечно, я обычно даже не смотрю эти бумаги. Я их переворачиваю и смотрю на человека. Как он рассказывает о своем деле. Как он возбужден. Как он вообще глубоко знает. Он уже проверил, избегал, как другие там компании поставили. Какие ошибки они сделали. Все, с этим можно... Это ему в паруса ветер. Ему можно давать деньги. А тот, который принес вам бумаги, где написано все хорошо, даже читать не стоит. Той затраты на бумагу этого, как правило. Это можно подсказать. Он может ведь это где-то заказать и получить эту бумагу от специалистов. В общем, да. Нет, но это просто сложился стереотип, что самое главное показать, что в результате этот проект будет прибыльным. Что деньги будут в конце, и они запускают следующие. И так далее, и так далее. Вы-то на самом деле говорите, что если у человека правильный курс, правильная миссия, определенная ценностная ориентация, то деньги получатся. Давайте, Николай, так посмотрим. Вот две группы людей. Вам принесли два бизнес-плана. Один – прекрасная находка, изобретение. Что-нибудь там супер. Но люди без вот этого ветра в парусах, как назовем это. А другие – такие активные. Ну, такую принесли чушь, которую просто стыдно даже. Ну, что такое там. Объединить мы их. Объединить мы их нельзя. Я знаю, что будет. Первый – с прекрасной находкой, столкнувшись с какими-нибудь трудностями на пути, быстро потеряют эту находку. Вторые, увидев, что они делают неправильно, быстро поправят ее. Возьмут у этих эту находку и реализуют. Поэтому, безусловно, все-таки бумаги, всякого рода вот эти формальные такие признаки, это все-таки должно быть на втором месте. Ну, и вы как предприниматель, как инвестор, все равно в этом статусе вы наверняка часто выступаете, все-таки смотрите на вот таких людей, обладающих драйвом, пассионарием, за которыми чувствуется, да? Любящих то, что они делают, думающих об этом долгосрочном плане, то есть не вот сейчас перепродать селедку на 2 рубля дороже, и тут вот я теперь богатый. А что ты умеешь? Что ты будешь делать дальше с этими деньгами? У меня был пример такой. Начало 90-х годов я работал, тесно, с Mitsubishi Corporation, это очень крупная компания, 300 миллиардов, там почти оборот, долларов, естественно. И я им говорю, вы дайте здесь, в Россию сейчас, ну, миллиардов 10, тут у нас Газпром 10 миллиардов стоит, тут можно купить полстраны за эти деньги. Они говорят, вы знаете, мы сейчас вот такие легкие деньги, конечно, это хорошо, мы стремимся зарабатывать, но мы не стремимся вот так зарабатывать на таких вот рулетках. Да, нам нужно, чтобы весь наш персонал участвовал в оценке, в умении что-то дать, для того, чтобы это поднять какой-нибудь там завод, сделать его эффективным после этого, там, даже если это бизнес на перепродаже, они не хотят, чтобы их люди развращались и коррумпировались такими легкими, не, с их точки зрения, неэффективными и недолгосрочными заработками, которые через лет 20 не будут, а компанию вот так вот не переделаешь на раз. И поэтому они отказываются от таких вещей. И кто-то из этих же придет и сделает, там же есть разные люди. Запытный бизнес неоднороден. Но вот серьезные компании не стремятся получать незаслуженные прибыли. Они стремятся, чтобы работал именно, вот знаете, как весь организм, все мышцы постоянно напрягались и делали упражнения для того, чтобы дальше быть долгосрочно эффективным. Так, кстати, получается, что на базе этого опыта есть какая-то специальная идеология в одной стране, да, по отношению к идеологии бизнеса в другой. Вот эти различия вы ощущаете или это все-таки глобальная ситуация? По странам есть глобальная ситуация. Я вот ощущаю так, что есть компании и в странах с устойчивой такой экономикой и устойчивым бизнес-климатом, которые быстро исчезают и которые существуют там 200 лет успешно и так далее. Если вы сравните их, вы увидите, вот в этих компаниях, которые долгосрочные, да, у них у всех есть миссия. Они все... На нее потом, наверное, написали. Может быть, но она реальная. Как правило, и эти могут написать. Но она не будет отвечать, она не будет, когда лозунг, давайте, давайте, давайте. Сейчас напишем миссию. Все пишут миссии, давайте мы напишем. Это чувствуется всегда, потому что если эта миссия не работает, эта компания и не работает. Она позволяет не писать очень много правил, инструкций. Вот наша цель, ребята, и больших ошибок вы уже не сделаете. Можно подбирать людей под эту миссию. Одна компания, вот Марс, покупала продукт для питания животных, да, во Франции, которая была более прибыльная. И думает, ну почему же они более прибыльны, чем мы. Посмотрели, там просто принимали людей, которые любят животных. Вот была просто особенность такая. Вот у них там у всех тут на столах, тут эти кошки живут даже в офисе. Они им что-то там изобретают. И вот когда это люди с миссией сидят, непонятно как, то возникает вот этот дополнительный колоссальный эффект долгосрочного существования эффективного и прибыльного. Да, кстати, здесь получается и прагматическая цель. В том смысле, что мы можем специально сидеть договариваться, вот у тебя такие ценности, у тебя такие ценности, а у тебя такие. Давайте вот насчет них как-то их там согласуем и так далее. А миссия, она эти гармонизирует. Согласует. То есть как некий тест, да, сразу же. Вот как бы что-то отсекает людей, когда расходят. Не надо специально согласовывать, да, она работает на объединении ценностей. Люди, которые вам в глаза врут, не мигая, они тут же вам все согласуют. Да. Помните, как у Петьки, и тут мне пожила карта. Здесь это нельзя. Здесь надо видеть, что это действительно так работает. И только тогда верить таким вещам. Нет, когда этот стержень есть, относительно него можно ориентироваться. Когда его нет, ты попадаешь в вязкую среду, где нужно вот как-то это все так лавировать, уточнять. Ты принимаешь людей, не соответствующих твоей миссии. Ну, это, кстати, в любой компании процентов 10 достаточно, чтобы соответствовали. Они свою миссию выполнят. Они не позволят другим выйти за флажки. Они скажут, слушай, Николай, ты тут долго не протянешь. У нас вот так не делается. Да, да, да. Как не так? Я вот пришел, я тут на себя, давай заработаем сейчас, и вот тут немножко вынесем с завода гвоздь. Скажут, это вот у нас тут, таких у нас тут просто не удерживается. То есть здоровая среда. Здоровая среда, эти люди, им отдаются приоритет, потому что они соответствуют этой миссии. Они любят животных, или они любят там пациентов, или еще что-то. При этом, конечно, они профессионал должны быть управляться. Потому что это условие необходимое, но недостаточное. Вы же пойдете к доктору, не который вас любит, а который профессионал, если что, не дай бог. Поэтому и здесь так же. Бизнес должен быть все-таки, понятно, прибылен, и должен воспроизводить бизнес. Почему? Очень важно изначально поставить правильно все точки над «и». Кто вы, для чего вы и что вы хотите в жизни. Если это совпадает с вашей миссией, то очень большой синергетический эффект. Бюджетный комитет. Коллегиальный орган, состоящий из представителей всех или нескольких бюджетных центров, то есть организационных единиц или функциональных структур, для которых разрабатываются самостоятельные бюджеты. Поскольку наиболее работоспособным является комитет, состоящий не более чем из 10 членов, на практике зачастую именно такое число бюджетных центров делегирует своих представителей в состав бюджетного комитета. Это делается как для сохранения работоспособности этой группы, так и для более четкого определения полномочий ее членов. В крупных компаниях с разветвленной организационной структурой функционирование системы бюджетирования поддерживается именно бюджетным комитетом. То есть все-таки мы говорим о некой универсальной ситуации, которая по миру более-менее одинакова, да, с точки зрения построения бизнес-модели. В том смысле, что нельзя говорить, что вот там в России настолько все специфично, да, и вот у нас какая-то должна быть своя, своя идея, своя идеология, свой вариант. Ну, то есть западный... Безусловно, да. Это уже экономика, безусловно, уже глобализирована. В этих вопросах никакой специфики ни у кого нет. Вы можете, конечно, надувать щеки и говорить, у нас вот тут суверенная экономика. А почему тогда вот просто, если взять там идеологию протестантскую, там идеологию успеха, да, вот просто переносим ее на нашу почву, вот что-то не получается, не срабатывает, и вот просто так она не работает, потому что там-то за этим целая история была. Там же была духовная жизнь и так далее, и так далее. У нас история другая. Вы не можете, только внеся иконы в бордель, сделать там храм. Это не получится. Не идет, да, все же понимают, здесь недолгосрочно, я вот тут инвестировал, а завтра отнимут, а я тут протестант. И что? Да. А вокруг-то кто? Нет, сейчас же просто есть такая идея, давайте, грубо говоря, в школы, в вузы пойдем с лозунгом все должны быть успешны, все должны быть профессионалами. Вот почему-то не работают. Это поиск легких таких путей, он никогда не работал. Ну, вы понимаете, что за этим стоит, в общем-то, определение для всего общества. Давайте вот это сделаем. Давайте приоритет дадим не там ребятам, силовикам и газпромовским менеджерам, а тем, кто создает свои компании, и они должны создавать вот этот климат. И законы, и так далее, и так далее. Тогда только есть шанс, что движение пойдет. Сюда пойдет инвестор, сюда пойдут предприниматели, и наши, и другие. Здесь невозможно это отделить, и невозможно сказать, мы будем защищать наших. Все. С этого момента вы должны оплачивать. Потребитель будет платить за вот эти игрушки. За то, что вы кого-то якобы там хотите поднять своих. Такой свой. А он завтра там, я не знаю, полукровок там, наполовину швед, наполовину, значит, русский. А ему как? И так далее, и так далее. Всякого рода вот эта защита чего-то там, своего, национального, она очень неэффективно действует. То есть, грубо говоря, искать какую-то национальную идеологию предпринимательства, это... В глобальном мире. Это вчерашний день. Ну, вот социалистический проект все-таки имел свою утопию, да? То есть была идеология, ну, был проект, да? Да, была ценностная система, а вот у предпринимательства, у него есть какая-то идеология? Как-то она политически заявлена, как-то она сформулирована, ценностные ориентиры, вектор, куда мы, что мы строим, да? Или это вот не работает? Во-первых, посмотрите, что за последние, ну, 20 лет в России предпринимательство, даже не очень заморачиваясь идеологией, что совершило, да? Вот власть там очень все время думает об идеологии, как-то все время государственность, там, мы большие, мы стоим... На патриотизме, там... Да, что она сделала, давайте посмотрим, это отдельный разговор, не нашей передачи, а вот что... Вот лежит iPad у вас, да? Вот у нас у всех телефонизирована страна стала, да? Да, да, да. Страна стала автомобилизирована, везде сервисные центры, везде можно получить... И вам спасибо. Есть целый ряд вообще вещей, которых раньше и не было. Рестораны нормальные появились, их не было. Это все сделал бизнес. И сейчас мы пройдем, вот все, что сделано, более-менее, это сделал бизнес. Все, что мешало этому, к сожалению, делало государство. И все, что оно где берет, вот сейчас мы тут... Обустройство жизни, так далее. Ну, инфраструктура, например, государственное дело, да? Она вся в страшном состоянии. Вы видели много аэропортов у нас хотя бы с этой кишкой, там, кроме Москвы? Вы видели у нас, как в каком состоянии железной дороги, аэропорты, дороги и так далее? Вы понимаете, что у нас есть 24 резиденции там у президента, но у нас нет дороги между Питером и Москвой? Ну, хорошо, это же какая-то временная, ну, то есть... Это кто вам сказал временная? Да? Обустройство жизни. Вот сейчас обустроили, а дальше что? Да вы что, дальше вокруг этой инфраструктуры? А, вы, как говорите, идеологию для бизнеса. Да, да, вот, ну что, мы будем заниматься цивилизацией нашей жизни. 300 лет назад мы с вами собирались... Не все это греет, я вот о чем. ...в этих костюмах. Вот грело нас, вот мы тут победили под Полтавой там. А сейчас мы сделали такой iPad, который весь мир смотрит там, потому что это не война. Ну, никто не хочет сейчас заниматься вот этими вещами. Ну, кроме некоторых совсем уже отсталых стран, которые все время видят врагов под каждым пустом. Все остальные заняты именно этим делом. Улучшать жизнь людей. Создавать новые, просто горизонты новые. Открывать новые возможности, которых раньше никто и не знал. Сейчас будет все сделаны электрические автомобили в ближайшее время. Это какой прорыв? Это не просто создать аккумуляторы, вот я вам говорю. А нужно создать дешевые аккумуляторы. И так далее, и так далее. Это все делается с тем же таким кайфом, как раньше завоевывали или побеждали в битвах. И об этом рассказывают. На Западе уже эти люди самые ценные. Это и есть идеология. Да, то есть победа в конкурентной борьбе. Победа в конкурентной борьбе. Это лучше, чем воевать на поле боя и терять молодых парней. Да, это интересно. А кайф такой же. Если уж у человека есть этот драйв с кем-то подраться и что-то выиграть, ну так займись делаем. То есть не в список Forbes попасть, а победить, потому что ты предложил что-то совершенно уникальное. И люди это используют, благодарят и говорят, черт возьми, раньше этого не было, а вы это сделали. Спасибо, парни. Но это все-таки не что-то там абстрактное в виде успеха, а это действительно создать нечто, чем можно гордиться, и что является зримым таким результатом твоей деятельности, и что конкурентоспособно по сравнению с другими продуктами, товарами, услугами. И одновременно это ощущение победы какой-то. Весь набор необходимых мотивационных. Ну, может быть, это воодушевеет, может быть, это воодушевеет. Надо это пропагандировать, потому что это безопасное, полезное и для бюджета, и для страны. И в современном мире это самое, пожалуй, правильное. Ну, тогда мы приходим к тому, что вот таким, что ли, субъектом, носителем этих ценностей, помимо индивида, личности, становится корпорация, да, получается. Вот новое, новое, то есть раньше, значит, страна объединилась, пошли, пошла, объединилась, да. Тут появляется совершенно новый субъект. Я разговаривал с американцами, которые воевали в Ираке, и они говорят, у нас это уже не армия, это корпорация. В главе стоит СИО, Томми Фрэнкс. Вот каждый танкист сидит и смотрит, вот этот снаряд, этот дешевый, прям вот в лоб кому-нибудь, да. А вот этот с кинокамерой, с телекамерой, можно его, если, например, ударила градом какая-то батарея, и стремится убраться, знает, что сейчас по этому месту нанесут. Тогда я более дорогой снаряд вставляю, он прям видит, куда навожу. Ну, зачем же я буду его использовать, если мне нужно разбить цель вот передо мной. И каждый стремится сделать эффективнее свою работу. По сути дела, работает корпорация. И как работает? Они быстрее изобрели то, что в армии, все-таки, знаете, не привыкли сами думать. Вот приказы надо выполнить. Они изобрели метод, когда стали бить по штабам, по всем, всеми своими средствами. И на пятый день уже, говорит, ну, видна дезорганизация. Кто куда бежит, кто куда подвозит, чего, ничего не понятно. Где появляется новый штаб, кто-то говорит, я теперь командую. Туда летит тамагавка или что-то еще. Снова нет. Да, кстати, нужна совершенно другая система, при которой кто-то может сказать, что я теперь командую. Это уже совсем не так устроено. Это у врага. У этих все нормально. Они видят саморганизацию. С этих Black Hawk'ов, да, и быстро. То есть играют в эти джойстики. Уже на самолетах скоро сами летать не будут. Вы знаете, там сидят в Катаре где-нибудь в штабах. То есть это тоже создают ребята, которые пришли и сказали. Мы создадим что-то, что не надо будет так воевать. И там строить эти кучи танков, самолетов. Вот мы будем сделать все это умнее. То есть корпоративный дух захватывает и то, что было раньше страной. Позволяет совершать и решать проблемы государственного какого-то строительства. Здесь-то у нас вообще получается, что называется, конь не валялся. Потому что я не представляю себе какую-нибудь крупную государственную корпорацию, где вот какой-то дух есть единый. Вот у Корлева был, да, выйти в космос. Сейчас этого нет просто. А что они там? Как раз конь-то там только и валяется. Больше ничего там не происходит. Это наша большая проблема. Нужно очень сильно. Нет, это получается, что одна из задач государства, помимо того, что развивать корпорации как единицы такого вот конкурентного... Если только я слышу задачи государства развивать корпорации, я сразу вспоминаю наши госкорпорации. Вот в бюджетном комитете я скажу, Дают ли они нам какую-то прибыль? Никаких дивидендов от них никогда не поступало. И, видимо, не поступят. Дивиденд – часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами и участниками в соответствии с количеством и видом акций и долей, находящихся в их владении. Величина и порядок выплаты дивидендов определяется собранием акционеров, участников и уставом акционерного или иного общества. Дивиденды могут выплачиваться несколько раз в год, а могут и не выплачиваться вообще. Выплата дивидендов уменьшает капитализацию и требует накоплений, недопущенных к реинвестированию или изъятых из него. Обычно дивиденды выплачиваются в денежном виде. Помимо этого, они также могут выплачиваться акциями или другим имуществом акционерного общества. Это самое неэффективное, что только можно придумать. Ну, ни контроля за ними нет, вы знаете, ни аудита, ни счетная палата их не контролируют. Нет, там дух этот никогда не появится. Как может появиться? Да, там он... Собрать... Если вы объединяете 600 компаний плохих, одна хорошая корпорация не образуется. Это, наоборот, строится вот медленно и постепенно, чтобы дух не терялся. Если вы набираете... Нет, это о том, что выращивание собственных корпораций... Смотрите, как корпорация строится. Она никогда не строилась вот в сию минуту, да? Это время. Вот вы набираете 20 человек, вы принимаете к ним, не знаю, новых по своей миссии. Вы их отбираете так. Ты вообще-то любишь вот это дело? Ты любишь пациента? Ты вообще хочешь успех такой долгосрочный? Да, приняли. 10 еще, да? И вот из них 10, случайно, 3 окажутся не ваши. Их вот это корпоративный дух выдавит. Скажет, ты что сюда пришел? На себя работать. Тут у нас другие люди. Как только вы на 20-30 привлечете посторонних, ассимиляция уже не происходит. Прерывается процесс строительства корпораций. Настоящей, эффективной корпорации, как General Electric. Органический процесс, биопроцесс. Если только вы быстро начинаете это делать, вы рискуете сорвать резьбу, как у нас называется. Поэтому здесь очень медленный и очень такой процесс ухаживания, выращивания, который также должен постоянно сопровождаться успехом, показанием кому-то. Это непростая вещь. Нельзя собрать 600 компаний и сказать, у нас теперь корпорация. Понятно, что здесь должна происходить и приватизация. В первую очередь приватизация. Это просто способ обезопасить даже государство. Это как техника безопасности. Чем меньше государство начинает говорить, мы создадим корпорации, тем больше шансов у нас. Но это еще и разбросанные кошельки, на самом деле. Это страшный... Такая нагрузка на нравственность. Знаете, человека испытываем. Раз ему подбросили, он как-то уклонился. Два ему подбросили. Я вот помню. Кошелек такой он вернул. С Оксаной Генриховной Дмитриевой тоже в бюджетном комитете. Она говорит, вот эту поправку нельзя голосовать, Сергей Анатольевич, она коррупционная. Я говорю, да, Оксана Генриховна, мы не должны позволить ему украсть деньги таким путем. Пусть еще другой. Но все равно происходят очень неэффективные траты. То есть эффективность за корпорациями, мы поговорили про идеологию, поговорили про мотивацию, про то, что ценности имеют очень колоссальное значение для становления компаний. И это на самом деле такой более экономичный способ построения компаний через ценности, чем набор людей через контракт. Но он долгосрочный, да, но он создает живой организм. Он создает организм, который дальше обладает устойчивостью, самоорганизацией. Вы об этом и говорили, что это самоорганизующая система, потому что когда есть люди на ключевых местах, которые являются носителями миссии, это лучше, чем всех там регламентировать, зарегламентировать, контракты подписывать. То есть сломать характер людей другого плана. Это очень неблагодарно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Да, очень интересная была беседа на очень интересную тему, но очень трудную. Она, в общем, в бизнес-средине очень часто обсуждается. Поэтому спасибо. С вами была программа «Барометры деловой России» и я, Николай Астарков. Мы продолжим вместе с вами следить за бизнес-погодой и рассказывать о тех, кто ее делает. Увидимся в следующем месяце. Желаю вам отличной бизнес-погодой.